В эфире телеканала Север актуальное интервью. В студии Алина Волчейская. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы достаточно интересная, но в то же время трагичная. Мы будем вспоминать события 26 апреля 1986 года. В этот день случилась крупнейшая атомная катастрофа за всю историю атомной энергетики. Взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС. У нас в студии в гостях Владимир Жуков и Александр Игнатьев. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Владимир, знаю, что вы были непосредственно задействованы в ликвидации последствий. Да, в ликвидации последствий. В работах по ликвидации последствий. Можете вспомнить 26 апреля 1986 года? Откуда вы узнали о трагедии? И, я так поняла, вас сразу туда командировали? Нет, 26-го уже почти никто не знал в нашей стране, что произошла авария. Так, может быть, кто близко жил, так, может, они и слышали, и видели. А ведь сообщение-то пошло по всем средствам массовой информации намного позже. Это где-то 20, аж чуть ли не в конце апреля, это где-то 30, потому что 1 мая еще ходили на демонстрацию в Киеве. В Припять-то, конечно, уже, да, уже начинали эвакуировать. Вот так вот примерно в это время мы и узнали, что произошла авария там. Ничего такого не говорили про ядерную угрозу там, ничего. Просто сказали, произошел взрыв, и все. Происло разрушение четвертого реактора. Что там произошло на самом деле, мы даже когда работали там толком, ничего не знали, ничего не видели, потому что мы занимались своим делом, которое нам поручили. А все остальное было типа огорожено, и что, как говорится, факты, факты, не факты, а информация до нас не доводилась, что там происходило. Все, что знаем теперь, что-то я знаю про аварию, про это. Все было уже пост потом, месяц, год, через год только начали показывать документальные кадры, печатать документы, рассекречивать. Вот только тогда мы узнали, что там действительно на самом деле произошло. Александр Леонидович, знаю, что ваш двоюродный брат тоже был там в Припяти, работал на этой Чернобыльской АЭС. Вот вы рассказывали перед тем, как мы начали писать интервью, что он даже был в момент взрыва, слышал, да, момент взрыва? Да, это мой двоюродный брат, старший двоюродный брат, у меня на 9 лет старше. Он после службы в армии и после обучения славянском техникуме энергетическом попал по распределению как раз на Чернобыльскую АЭС, и как раз на этот вот заполученный четвертый энергоблок. Ну, наверное, по счастливому стечению обстоятельств он в это время был на пересменке, то есть не его смена была. И вот как он мне рассказывал, мы когда с ним общались, они были за городом, это было ночью, вот, где-то они там, то ли у друзей на загородной базе, то ли еще где-то. И вот, говорит, был такой звук, как будто перевернули вагон с трубами. Значит, это вот такой был интенсивности, да, грохот, да. Значит, когда его уже вызвали туда официально на работу, он занимался, значит, это они глушили, это как специалист энергетик, они глушили третий реактор, вот, отработал он пять смен по 10 минут, вот. После этого ему предписали уехать домой, у него родители жили тогда в Донецкой области, в городе Краматорск. Он туда приехал, привез с собой магнитофон японский, шерстяной дорогой костюм, который он там купил, зарплаты там со своей какой-то большой, вот. Ну и принесли все дело санпедимстанцию, все показало, что это все фонит, им сказали выкопать яму полтора метра, все это засыпать и все захоронить. Значит, официально никто ничего не говорил, значит, в карточке был написан диагноз ОРЗ, значит, лучевую болезнь ему официально не ставили тогда, значит, но сказали, что нужно кушать красную икру, черную икру в том числе, и запивать оболепиховым маслом. Как вы понимаете, тогда в Советском Союзе были, скажем так, да, дефицитные товары, ну, скажем так, да, он, на самом деле, у него последствия были, он лечился после последствий вот этих всех полученных доз радиации. Вот, ну, сейчас, к счастью, можно сказать, он вылечился, и сейчас он продолжает трудиться в атомной энергетике на Курчатовской атомной станции. Это город Курчатов в Курской области. Вот. Угу. Владимир Александрович, вот, знаю, что вы ведь на ликвидацию поехали из Нарьинмара, да? Да. Вот расскажите, когда, кто вас пригласил туда на ликвидацию, и чем вы там занимались, какие работы выполняли? Ну, я работал там подальше, когда мы цементируем скважины, летаем, ездим по разным буровым, у нас техника специальная, цементировочный агрегат, смесительная машина для сухого цемента. С их помощью мы готовим цементный раствор и качаем на скважину, цементировать колонны, допустим. Ну, что, получилось так, что, значит, ну, авария произошла, если тут были ребята с Украины, работали у нас, говорят, ну, я спрошу так, ну, что там, они говорят, что-то там, наверное, что-то серьезное произошло, потому что ничего не сообщали. Редко так же проскакивало, секрет тоже все было. Говорит, что-то там серьезное произошло, ну, это нас, может, нас не касается, мы, где Чернобыль, где мы? Ну, значит, я в один день, значит, ну, нас направили на работы. Сулейман Сулейманов, он улетел немножко дальше на восток, Геннадий Дмитриевич Чуркин, и я здесь поближе, где-то в районе Ключую. Ну, значит, вышли на работу на следующий день, ну, подходит мастер, говорит, собирайтесь, собирайся, мне, говорит, я один был. Говорит, собирайся, сейчас за тобой борт будет, начальник экспедиции приказал. Вот, я говорю, а что случилось? Он говорит, не знаю, говорит, сказали, что собирайся, и все, вылетай. Ну, что, собрался, смотрю, где-то минут через 30 вертолет летит. Ну, смотрю, пустой же, никого нет. Смотрю, Чуркин там сидит, Геннадий Дмитриевич. Я говорю, а ты чего? Да вот тоже сказали, начальник вызывает, начальник экспедиции, Титов Анатолий Федорович. Ну, прилетаем туда, нас сразу встречает УАЗик, едем прямо в кабинет Анатолия Михайловича, он сидит тоже, так вот, стол уткнулся и говорит, вот, поступило распоряжение из АПГО, ну, как, Архангельский геология тогда была уже, направить, вот, показал радиограмму, текст, направить трех специалистов, всего Бортничий, там, этот, Киевского района, вот, обеспечить спецодежды. Он говорит, ну, я выбрал вас. Еще говорит, Александр Сулейманович, он говорит, мы его сегодня уже не успеем вывезти, вывезем завтра. Нам дали, короче, сутки еще на сборы, вот, мне и Чуркину. А Сулейманович вообще у него получилось, он позавтракал на буровой, пообедали уже в Архангельске, а ужинали уже в Киеве, тот же день. Ну, вот так вот мы, ну, мы тоже еще даже не знали, что там, но когда начали собираться, ведь уже все, коллектив, что-то тут выездили, разговаривали, оказывается, почти все тампонажники. Мы так понять не можем, зачем там тампонажники. Ну, надо так, надо еще, поедем. Приезжаем там на площадь, к станции туда, административное здание стоит там, а на площади стоят наши техники, цементировочные агрегаты, смесителя. Ну, все ясно, что-то будем, значит, цементный раствор готовить. Ну, тут труба уходит в сторону четвертого реактора, ну, сам реактор закрыт, забор там чуть ли не трехметровый, единственное, ворота, и туда уходят две трубы. Так, большого диаметра. Ну, что сказать, будете делать то же самое, что вы делали. Ну, привозили, подвозили сухой цемент, затаривали смесителя, цементировочным агрегатом подавали воду, и им же, этим агрегатом, откачивали цемент по этой трубе. Куда, чего, конечно, мы не знаем. Ну, как потом спрашивали там, ребят, что мы там все-таки творим. Говорят, наверное, саркофаг цементируете. Было принято решение, цементовозами было не выгодно этим, миксерами возить там. Ну, вот придумали, что же, применить цементировочную технику. Вам не было страшно туда ехать? Да я, честно говоря, вообще не думал, что там какое-то произошло. Потому что они говорили, что произошел выброс радиоактивного вещества, просто произошел взрыв, и все. Ну, тут ходили там дозиметристы возле нас. Ну, говоришь, 113 миллирентген там было, допустим, всего сейчас, в данный момент, когда он замерил. Без понятия, что такое 113 миллирентген. Ну, а рентген говорят, что когда флюорографию делаешь больше, там рентген получаешь. Ну, вот-то просто разово, а тут постоянно вот это. Мы работали по 12 часов, ну, с 7 утра, с 7 вечера до 7 утра. Ну, конечно, не было страшно. Хотя, конечно, нам сказали, ребята, очень аккуратно. Вот эти старайтесь маски не снимать, эти лепестки медицинские, которые нам говорят. Когда не было подвоза цемента, нас просто выгоняли. Едите в административное здание, там фон намного меньше. Ну, в то время как раз шел чемпионат мира по футболу, в Мексике, по-моему. Ну, конечно, много желающих было посмотреть этот футбол. Ну, и ходили там уже, раздавали, медицинские работники, видимо, таблетки йода. Таблетки вода, воды запить. Ну, вот так вот применяли. Лепестки я, конечно, свой лепесток старался не снимать, потому что, как говорит Бережанова, и Бог бережет. А что такое лепесток? Можете вы это рассказать? Лепесток – это вот медицинская маска. Обычная маска, которую мы сейчас носим? Обычная, медицинская, которую мы сейчас, да, которая сейчас весь мир носит. Я добавлю, она была такая марлевая, немножко там пластиковая основа такая была, чтобы с помощью нее можно было кудуформу придать. Значит, вот это было средством первоначальной защиты от радиоактивной пыли. Потому что даже пыль и все предметы, они были радиоактивные, и эта пыль могла бы попасть. Вот у Ивана Павловича вот маску, вот он делает, вот он держит ее в руках, вот пытается одеть вот ее. А какие-то еще средства индивидуальной защиты были? Там костюм? Вот костюмы, на которых мы работали. Обычный белый костюм? Да, ботинки, мы их меняли каждую смену, смена закончилась, мы через санпропускник, это все сдается, моемся, и потом выдается свежее. Ну, не новое, но, видно, свежее, видно, проходила обработка какую-то, потому что народу много, не напашешься. А в конце смены вас как-то там проверяли на радиации? Нет, ну, у нас раз в два дня в соседний вагер приезжали медики, брали анализы крови, проверяли нас, да, температура там, ну, нормально, вот анализы крови брали. Что-то личные дозы, личным дозиметром, да? Нет, эти таблетки, накопители, дозиметры, да, вот это были, что на свет смотришь, там шкала такая там есть, а нам просто таблетки, как сказали, накопители. Ну, выдали только через неделю после работы, как мы уже отработали неделю, потом только выдали эти накопители. Ну, по данным этого накопителя, ну, и по общему радиационному фону, именно, сделали нам заключение, вот, справка от этих медицинских. 13 рентген, 113 рентген, могу показать, тоже справочку захватила, она, правда, уже ветхая, столько лет, а тут первое время приходилось очень много ее показывать, предъявлять, вот такая справочка. А на основании этих справочек потом уже выдавали вот удостоверение. То есть вы там были всего 11 дней находились, да? Да, да, да. Ну, мы-то приехали туда еще намного раньше, ну, жили под Киевом. Пока народ не собрался, а потом еще после этого мы еще три дня жили, пока нам билеты выписали. Это связано, извините, я говорю, связано было все с тем, что радиация, она накапливается. Если ты, например, там сегодня 15, там рентген слоил, завтра еще 15, уже 30. Да, да, я говорю, нам накопители выдали. Доза числилась там, что где-то 220-240 микрорентген, и все, человек как бы уходил оттуда уже, и на их место приходили другие люди. Поэтому именно, в том числе, наверное, и поэтому очень много людей было задействовано, несмотря на то, что из разных сфер. У военнослужащих на сборах, у них, вот я, потом же, ребята же говорили, что у них доза была максимально 25 рентген. 25 рентген, и потом их уже, как говорится, меняли уже. Ну, вот у вас написано в справке 13 рентген. Это много? Понятия не имею. Я не очень интересовался. Вот я не знаю, с какой дозой люди вообще могут умереть. Потому что, бывает, вон, даже открытый ядерный взрыв, вот, тоже Хиросима и Нагасаки, что люди даже, некоторые вообще их даже не трогал совсем. Без последствий обходилось для них. Так что, точно сказать не могу. Ну, сейчас считается, ну, пределом дозы разовой 25 микрорентген. Сейчас это все переделали в зеверты и другие единицы измерения. Да, да. Ну, вот, что было понятно, там, вот, те наши коллеги, пожарные, и энергетики, которые сейчас, вот, они схоронены на Меденском кладбище в Москве, это на мемориальном комплексе, они получили разовую долю радиации в 2,5-3 тысячи микрорентген. Практически все они, вот, там, их там 26 человек схоронено, плюс две могилы, которые символические, плюс те двое, значит, наших сотрудников, которые уже после похоронены были. Вот, они все скончались от диагноза, лучевая болезнь, и все скончались в 6-й городской больнице города Москвы. Там было единственное в Советском Союзе, когда радиологическое отделение. Вот, там, ну, бывало кого-то и вытаскивали. Например, герой Советского Союза, начальник пожарной части, который охранял Чернобыльскую станцию, Леонид Телятников, он сейчас тоже, ну, к сожалению, уже покойный, вот. Он, скажем так, тоже получил большую дозу, но, видать, он, может, как-то там, что-то, Господь Бог помог или как-то, в общем, дело у него обошлось, дошло дело до пересадки костного мозга в Англии, и мы пересадили костный мозг, и он еще, как бы, продолжал жить какое-то время, значит, там, да, даже еще в свое время заведовал пожарным гарнизоном города Киева, но сейчас, вот, к сожалению, уже царство небесное. Поэтому, видите, тут, значит, да. Ну, ни разу, наверное, сильно большую дозу получилась. То есть, в один раз, вот, мы-то вроде бы в течение, допустим, рабочего времени там что-то получали, а видно тут в один раз это все. Ну, в принципе... У самого ЧАГа там, как говорится, заражение, поражение. Валерий Александрович, я говорю, в принципе, я могу рассказать, в принципе, там вкратце все, как, в принципе, дело было, почему? Потому что я сам там, конечно, не был, но когда мы учимся в пожарных училищах и вообще в наших учебных заведениях, эту аварию очень, как бы, разбираем всегда. Поэтому, как бы, мы знаем там, кто чего делал и кто, кому что пришлось там перенести. Вот те наши пожарные, которые всего у нас в пожарной охране считается, что их 28 героев пожарных чернобыльцев, только из них шестеро скончалось в Москве, в радиологическом центре. А сколько уже потом скончалось от полученной доз радиации, мы сказать не можем. Но, тем не менее, 28 человек, это те наши ребята, бойцы, которые, когда прибыли туда, на четвертый реактор, после самого взрыва, значит, это вторая пожарная часть по охране самой станции чернобыльской, и шестая самостоятельно монетизированная пожарная часть, которая охраняла город Припять. Вот это те первые подразделения, которые прибыли, значит, на место. И вот как раз те вот ребята, которые погибли, они работали где? Они работали со стороны, на крыше третьего энергоблока, со стороны турбинного зала и третьего энергоблока. Они работали, и они что сделали? Они, значит, просто-напросто не допустили распространения на третий энергоблок, потому что там внутри все горело, когда они туда прибыли. То есть частично корпус там был разрушен, кровля, значит, турбинного зала, который от четвертого реактора на четвертым реактором, и стены были разрушены довольно значительные, кровля на большой площади. И там что они делали? Они просто тушили пожар, значит, тушили вот этот битум, чтобы он не распространялся на соседний вот этот энергоблок, скидывали куски вот этого радиоактивного графита прямо в рукопашную, вручную, сверху, с крыши. Ну, скажем так, тем самым, конечно, они сделали очень много полезного, и это подчеркивали все, когда уже занимались анализом аварии, что если бы пожарные, вот что называется, свой подвиг не совершили, вот, то, конечно, было бы все гораздо, может быть, и хуже. Потом, что я хочу сказать, там еще и, естественно, пострадали очень сильно и боролись вот с этой радиационной опасностью и с пожаром, и энергетики сами. Потому что вот из тех, кто похоронен там на медицинском кладбище, это первый, скажем так, эшелон, да, там пожарных всего шесть человек, два охранника с ведомственной охраной, значит, и все остальные энергетики, вот, они тоже там самоотверженно работали, боролись, тоже получили все страшные дозы радиации и скончались от лучевой болезни все. Вот, значит, потом вообще, скажем так, когда все это дело ликвидировано, сам взрыв произошел час 23 ночи, пожарная охрана там уже через две минуты была на месте, первое подразделение, вторая часть, значит, где-то в районе 4 утра, наши коллеги передали локализацию, и в 6.25 было уже передано открытие, ликвидация открытого горения. Скажем так, но потом еще продолжалось, вот это, это самые первые сутки, что называется, а потом еще продолжалось горение там внутри, в самом реакторе, и вот, как Владимир Александрович правильно сказал, скажем так, там уже летчики военные, это тоже, можно сказать, герои, они, представляете себе, над зияющей дырой, откуда там тысяча рентген, значит, да, просто в рукопашную скидывали, значит, какой-то там состав химический, чтобы загасить все горения там внутри реактора, значит, потом, естественно, от всего этого тушения пожаров, от аварийной работы всех водопроводных систем и так далее, значит, скопилась вода под реактором. Эту воду знаете, как убирали? Три инженера энергетикой, к сожалению, не знаю их имен и отчеств, и фамилий, не помню сейчас на данный момент, но точно знаю, что они это сделали. Они просто туда спустились в бассейн с водой, которая радиоактивная, открыли там, какие нужны задвижки, и эта вода вся из-под реактора ушла. Иначе могло бы быть, что вот от этого температуры, от такой температуры, вода могла разложиться на составляющие, на водород и на кислород. Могло бы быть еще более, да, непредсказуемым. Значит, вот эти все последствия. Вот, так что, а потом уже началась плановая ликвидация, скажем так. Был еще один рецидент там, на этой Чернобыльской станции, через спустя месяц, вот, загорелся кабель-канал между четвертым реактором и третьим реактором. Вот, и, как я вот говорил перед передачей, там этим делом руководил тогда подполковник, а вообще он дослужился до звания генерал-майора Максимчук Владимир Михайлович. Вот, он впоследствии, было ему присвоено звание посмертно Героя России. Вот, и он, значит, со своими бойцами, они рассчитали пенную атаку, и в течение там восьми часов затушили этот кабель-канал, то есть предотвратили взрыв распространения, скажем так, пожара на третий энергоблок. Вот, а сам он, когда очевидцы рассказывали, когда он этим делом занимался, он предварительно ударился ногой по кусок радиоактивного графита, ноги у него распухли, он ходил в кедах, значит, замотанной портянками, значит, ноги, вот, кеды одеты, и вот он так ходил, там, руководил тушением пожара, потом его оттуда увезли на УАЗике в госпиталь. Он потом еще какое-то время жил, понятное дело, но потом скончался где-то в начале 90-х годов. И, кстати говоря, похоронен тоже вместе с героями чернобыльцами. Вот. Ну, вообще, скажем так, она, если брать по масштабам, то, конечно, не приведи Господь, если бы роза ветров была бы, значит, не в ту сторону, этот, значит, ветер мог радиоактивный принести и нам какие-то, значит, остатки, а может и есть, и выпадали где-то у нас радиоактивные остатки, мы что-то не знаем, и поэтому, значит, просчитать это никто не может. Кстати говоря, это чернобыльская авария, это самая крупная катастрофа, да, самая крупная катастрофа вообще за всю историю атомной энергетики. Но энергетики, конечно, они сделали отсюда очень много выводов, значит, наша служба тоже много выводов сделала из этого дела. Вот, но, тем не менее, значит, я думаю так, что особенно нужно, все это дело рассказывать и говорить, почему, потому что сейчас растет молодое поколение, они не знают, что это такое, что это за Чернобыль, и вообще, что это за радиация. А радиация, ну вот, по сведениям очевидцев, которые видели, ребята, которые наши пожарные, которые работали там уровень где-то 2000 микрорентген там с лишним, да, когда они спускались вниз, отработав там полтора часа на крыше над третьим энергоблоком, значит, так называемый этот атомный загар, то есть руки все красные, руки распухшие, лицо распухшее, значит, суставы все распухшие, значит, это вот такое воздействие больших доз радиации на человек, и поэтому, да и тогда, понимаете, и медики тоже не знали, что делать с такими больными, вот. Поэтому, я говорю, это переоценить усилия всех людей этих, вот всех абсолютно. Я даже знаю, что там для определенных решений инженерных задач под четвертый реактор специально прокладывали тоннель, для этого туда вызывали ребят специальных шахтеров, метростроевцев, проходчиков, и вот они там строили этот тоннель именно под реактор, для того, чтобы контролировать ситуацию снизу под реактором, вот. Но там в общей сложности порядка 600 тысяч человек, насколько я помню, было задействовано на ликвидации последствий. Причем это не только, это вот, это я говорил сейчас только о самой ликвидации аварии, а ведь еще было, если возьмем во внимание то, что была 30-километровая зона сделана, и это же режим кто-то обеспечил, это внутренние войска, милиция, значит, и так далее, это тоже все были туда задействованы люди, медики, как без медиков. Потому что, по сведениям очевидцев, наших всех ребят и энергетиков, которые получили такие большие дозы, их всех хранили в свинцовых гробах. То есть их тела фонили так, что невозможно было с ними даже, ну, медикам общаться без средств защиты. Это вот такова радиация. Страшно, конечно, это все. А вы были вот там, ездили туда после, вот когда, получается, вы ликвидировали, да, вот там понажем занимались, после этого приезжали еще в Припяти? Нет, конечно, ну, нас уже типа планировали, что, возможно, ребята еще раз поедете, потому что пока, ну, нет, не получается еще полностью, как говорится, отменить вот этот режим, вот именно заливать цементом все. Ну, обошлось, наших вот смертиков, наших вот хотели оставить еще ненадолго. Ну, потом что-то, видно, свернули это дело все, и передумали уже этот цемент, потому что, ну, вы, как нам рассказывали тут тоже, потом уже прямо на станции разговаривали с ребятами на этом, вы столько качаете, говорит, цемента, что, говорит, там вот эта опалубка, говорит, вы, которые, ну, строят, сначала же опалубку делают, как обычно, потом это цементом заливают, как строительство обычно идет. Не выдерживает она, тут полторы тысячи тонн за смену закачивали цементного раствора, это один к восьми, это сколько там слоя раствора получается, еще больше. А опалубка не выдерживает, и вот ребята, которые на смену приехали, они уже закачивали по 300-400 тонн, говорят, чтобы уже цемент успевал схватываться, а там он просто не успевал, просто качали, качали, давайте, 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 все. Вот, кстати, вот тоже и шахтеры, вот, они тоже вот потом нам сказали, что шахтеры, да, роют там эти шурфы там под станции, под реактором, и, говорит, мы тоже туда и цемент закачивали. Ну, вот такая вот получилась. Днем мы не работали, потому что шахтеры занимались там строители своим делом. А сколько всего было человек вот на момент вашего приезда туда к месту катастрофы? Я только могу сказать, сколько было, может, тампанажников, значит, семь смесителей, это по два человека, сколько получается, 14. Цементировочный агрегат, два человека, ну, вот на смеситель три, три агрегата, получается, от 21, по два человека, 41, вот, где-то 70 человек, вот, за одну смену, примерно. Вместе с руководителем работы ходили там, были. А поселили вас где-то подальше? Да, мы жили где-то 50-55 километров, где-то вот так, примерно, от базы. Ехали, выезжали со станции на одном автобусе, там, где в Чернобыле, делали пересадку, ехали уже на базу отдыха, уже на другом. Те автобусы уже не пускались за эту, за 30-метровую зону. И технику потом уже нам рассказывали, вот эта техника, на которой мы работали, ее просто закопали, взяли, выкопали траншеи, загнали в технику, засыпали землей. Ну, может, еще чем-то там, я не знаю, мы в этом уже несчастье не принимали. У нас осталось буквально полторы-две минутки, поэтому будем завершать нашу беседу, хотя, ну, очень интересный, на самом деле, очень интересный рассказ. Что бы вы, может быть, хотели пожелать тем, кто также... 26 апреля – это День памяти жертв и День ликвидаторов. Вот что бы вы хотели пожелать тем, кто также участвовал при ликвидации последствий этой страшной катастрофы? Кто остался жив еще? Я же непосредственно, кто со мной ездил, ну, и ликвидатором всем, конечно, кто принимал участие в ликвидации. Ну, желательно здоровья крепкого, семейного счастья, самое главное – семейного счастья. Ну, здоровья, здоровья я уже сказал, да, ну, в общем-то так. А нашим только тампональникам, кто с нами работал, вот на Реоискателях уже ни одного тампональника не осталось. Кто уехал, а кто вот недавно, в течение трех лет, умерло три тампональника. Ну, правда, никто не связывает, что это последствия радиации. Ну, во всяком случае, их уже нет. Ну, а им, как говорится, вечная память. Ну, и главное, чтобы было-то не бояться, конечно. Только начнешь трусить, это считаешь, что ты уже, ну, инвалидин, инвалид, но последствия могут быть. А мы, во-первых, не знали, а во-вторых, ну, надо так, надо. Когда вот Анатолий Федорович вот нас, Щуркиным, пригласил к себе в кабинет. Я-то уже, в принципе, ожидал что-то подобное. Не то, что я ожидал, что радиация, ну, авария будет, и мы поедем. Просто я был готов к чему-то. Сказали бы на войну ехать, поехал бы на войну. Вот, а тут, вот, надо, ребята. А Геннадий Дмитриевич сказал, ну, раз надо, значит, надо. Ну, я, естественно, промолчал, поддержал его. Главное, не бояться. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Спасибо за очень интересный рассказ. Я напомню, гостями студии телеканала «Север» стали Владимир Жуков, который принимал непосредственное участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И Александр Игнатьев, он также рассказал очень много интересной информации про эту катастрофу. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин